В психологии выделяет пять чувств. И это первое – безопасность, второе чувство – это любовь, третье – свобода, четвертая – ценность и пятая – это защищенность. Во вселенке названия другие, и вот вместо четвертого – ценности отношения с собой, а вместо защищенности – это отношения с Богом. Я приветствую всех на своем канале, кто сегодня нашел время и присоединился к трансляции. Также я хочу поприветствовать тех зрителей, которые будут слушать и смотреть записи. По какой-то причине у меня уже дважды не сохраняется эфир. Сейчас перезаписываю, и здесь будет, то есть наглядной практики здесь не будет, здесь будет теория. Кому интересно, кто-то делает для сети выводы. Представлюсь, кто меня не знает, я протекущий психолог, зовут меня Любовь Иванчук. И по последнему психологическому обучению я являюсь вселенским терапевтом, студенткой, выпускницей, ученицей легендарного Леонида Тальписа, легендарной личности в психологии, в кругах психологии. Какую же пользу можно получить, придя на эту диагностику, исследование базовой потребности. На данной диагностике я предлагаю всем желающим поближе познакомиться с вашим внутренним состоянием и посмотреть, что через это состояние хочет сообщить мне ваша душа. Просите, кто это даст? И хороший вопрос. Это даст понимание, чем у вас нет достаточно прочной связи. Мы ищем это на протяжении всей жизни. Вот такая вот математика. Диагностика даст понимание, с чем нужно идти в терапию. Когда мы идем в терапию, наш мозг может транслировать совершенно другие запросы. И как вот говорит Леонид, нет смысла разбираться с чем-то смелким, не взяв в работу, не решив какую-то большую, главную, основную проблему. Так вот, когда мы разбираемся с этой главной большой проблемой, тогда мы и избавляемся от остальных, более мелких. Вот такая вот взаимосвязь. Наш мир это некая голограмма. И главная, основная проблема, когда мы с ней работаем и прорабатываем, а так как мир это голограмма, мы что-то меняем, мы убираем. И когда мы вот вытаскиваем, убираем, и здесь меняется рисунок. То есть, что происходит с голограммой? Она меняется, какие-то мелкие проблемы, они отключаются. То есть, вы проработали основную, главную и отключили еще мелкие. Либо точечно, сколько раз нужно прийти и проработать мелкую. Или мы можем взять большую, основную, мы ее прорабатываем. И когда мы ее убираем, мелкие рассыпаются сами. Во Вселенке это пять слонов. И первый слон, это у нас идет безопасность. Во Вселенке вот эти вот потребности мы называем слонами. И вот эти вот слоны, это уже конечная подсознательная цель любой нашей деятельности. Мы предпринимаем что-то в надежде обрести кого-то из слонов и поместить на почетное место в личном мире. Мы стремимся установить прочную связь со слоном, чувствовать внутри безопасность, любовь, свободу. Так вот, достижение этой связи, это постоянное присутствие конкретного, именно вашего слона. Проработка именно вашей базовой потребности. И достижение вот этой вот связи, что это дает, это постоянное присутствие этого слона, его наполненностью, его целостностью, вот является целью нашей жизни. Так вот, другими словами, мы всегда ищем именно то, чего нам не хватает. Если я ищу любовь, значит у меня ее нет. И прежде всего, не меня не любят, а я не могу себя полюбить, я не могу себя принять. Если я борюсь обрести безопасность, стало быть сейчас, я ее не ощущаю, мне небезопасно. Если ваш слон безопасность, о чем эта безопасность? Это первое, что чувствует человек, когда еще находится в утробе матери. И значит, вот это именно самое чувство возрождается в человеке через связь с мамой. А какая мама была? Мамы бывают холодные, отстраненные. Мамы бывают неэмоциональные. Так вот, теряя безопасность, мы обретаем, что тревожность, сверхконтроль, невроз. Начинаем всех подозревать, видеть везде и во всем опасность, бояться жить. И в итоге мы теряем качество жизни и страдает самое главное доверие пространству. Так вот, во вселенской терапии мы иногда предлагаем человеку представить его душу и почувствовать. Как правило, не головой искать эту потребность, а почувствовать. Как правило, душа всегда себя ощущает в спокойствии, в безопасности. Потому что душа является частью Бога. А все наши переживания, неврозы, все наши напрягаторы, это все в голове. А если ваш слов любовь, это о чем? Любовь это божественная энергия. Это когда душа чувствует любовь, когда душа по-настоящему принимает часть себя. И когда душа чувствует любовь, когда она и является. Любовь это божественная энергия. Душа чувствует любовь, потому что является частью Бога. А любовь это уже основная жизненная энергия. Это прежде всего принятие себя, мира, происходящих в мире каких-то процессов. И в большинстве случаев впервые ребенок чувствует именно этот источник любви. От чего? От материнского сердца. Поэтому возродить, исполнить это базовое чувство нам помогает мама. И это тоже можно проработать, получить именно то чувство, которое, например, вам мама не додала. Я тоже с этим работаю. Мама и папа это первые люди в жизни ребенка, которые создают принятие, наверное, нужности. Внутри этого, как она находится, что? Находится любовь, забота, которая является, которая проявляется через ласку и заботу. Свобода. Внутренняя свобода это то, что проявляется через выражение индивидуальности. И берет начало еще в младенчестве, в детстве. Обоим родителям очень важно соблюсти баланс. Дать ребенку именно структуру и умение вести себя адекватно в обществе. Также при этом сохранить его естественность и индивидуальность. То есть не зажать, не передавить. Свобода заключается в позволении именно быть собой. То есть я разрешаю себе быть настоящей. Я разрешаю быть себе настоящим. Вроде бы и есть свобода выбора, да? Свобода познания, свобода действия. Но вот если человек не чувствует этого, тогда есть ли это у него? Вот все вопрос. И вот у человека есть внутреннее чувство идти за порывом. Я всегда говорю, когда ловите дзен, что-то сделать, что-то создать, что-то сказать, что-то написать, то идите, идите за этим порывом. Что он даст этот порыв? Он даст внутреннюю свободу. Свободно мыслить. Свободно выражать себя. Отношение с собой. Отношение с собой, ну или самоценность, это ощущение значимости самого себя. То есть это я понимаю, я есть. И в этом заключается вот именно моя ценность. Вот я есть, и это классно. Я никому ничего не должен рассказывать, потому что я есть. Я и так хорош сам по себе, а значит я достоин. Достоин жизни, достоин любви, достоин внимания, достоин быть счастливым, радостным. Идти туда и выполнять определенные действия, которые я хочу. Мне можно. Так вот, отношение с собой, это про достоинство, это про то, что у нас остается, даже если мы теряем все. Когда мы в контакте с собой, то нам важно так же мнение. Мы не нуждаемся в оценке отношения с Богом. Если у нас есть отношения с Богом, то это что? То мы знаем, мы чувствуем то, что если что-то случается, вот в этом событии, в этом состоянии всегда есть Бог. И это нам дает некую опору и поддержит нас в любую сложную ситуацию. То есть тогда, когда у нас есть именно связь с Богом, мы ощущаем себя. У нас сегодня все. Была небольшая теория. Кто хочет попрактиковать, это обязательно. Нужна личная встреча. Это можно сделать в прямом эфире. Код свободный. Прямые эфиры я провожу каждое воскресенье. Приходите. Кого заинтересовало. Спасибо за внимание. Ваш психолог Любовь.